А в Киевской области свой кладайк, песчаный. Прибыль от нелегальных точек намыва песка достигает сотен миллионов гривен в месяц. И ни копейки в бюджет. Подробнее Александр Васильченко. Район метро Выдубичи, промзона. Здесь активисты уже неделю круглосуточно блокируют выезд с базы. По их версии на территории находится более миллиона тонн нелегально намытого из Днепра песка. Этой ночью прорвать оборону общественников пытались несколько десятков человек. Активисты вызвали полицейских, однако утверждают, правоохранители не пытались разобраться в ситуации. У одного из присутствующих нашли травматический пистолет, но никого так и не задержали. Вас вызвали по той простой причине, что ребятам, активистам, которые находились здесь, им угрожали. Кто-то оттуда, с той стороны, физическая расправа, оружие. Это не первая подобная ситуация, утверждают активисты. Мол, у них есть доказательства коррумпированности силовиков, которые якобы крышуют нелегальную добычу песка. Но в полиции Голосеевского района столицы свою причастность отрицают. Я вам со всей ответственностью заявляю при всех видеокамерах. Если вы хотя бы где-то, не знаю, будет информация, что я каким-то образом пересекаюсь с этим песком, я даю слово, я вам напишу рапорт и вообще уйду с полиции. К этому отношению я не имею никакого. Точно так же не имеет официального отношения к добыче песка компания, осуществляющая незаконный намыв. По факту, у предприятия есть лицензия на другой вид работ в Русле-Днепра. Они заключили договор на расчистку Каневского водохранилища. И они должны утилизировать весь мусор, который намыт на это водохранилище. Но по факту, когда мы активисты, и мы зашли на территорию, и так же при подъезде со стороны реки, мы увидели, что это чистый песок. Мостбуд, акционерное общество, находится в стадии ликвидации. Они создали, видимо, для преступной деятельности акционерное общество, которое арендует земснаряды и делает нам мыв песка. В районной прокуратуре по заявлению активистов открыли уголовное дело. Направили ходатайство об аресте спецтехники и намытого песка в суд. А вот коррупции пока не видят. Если будут какие-то сообщения, которые нам дадут, с любого джерела, то, возможно, будет надана оценка, в том числе, может быть расследованное криминальное проведение. Активисты почитали, нелегально песок выгодно добывать в самом Киеве. Это миллионы гривен в обход госбюджета и за транспортировку платить не надо. Речь идет о сотнях тысяч тонн песка ежемесячно. Это десятки миллионов гривен только у одного какого-то добытчика. А если суммировать всех нелегалов Киева, то это сотни миллионов гривен в месяц. Этих средств наверняка достаточно, чтобы раздать взятки всем тем, кто должен не замечать этой проблемы. Но, как показывает практика последних лет, браконьеры действуют безнаказанно. Пять лет назад для строительства этого жилого комплекса незаконно намыли более 4,5 миллионов тонн песка. Земснаряды стояли здесь, возле Южного моста. После их работы осталось несколько подводных ям. Они продолжают вызывать сдвиг грунта, из-за чего рушатся опоры моста. На сегодняшний день в столице и области более 60 нелегальных точек намыва песка. Экологи бьют тревогу. Результат их работы ведет к катастрофе. Если земснаряд вырыл котлован, природа старается затянуть его. Но эта ямка, она начинает мигрировать. И неизвестно, где она себя проявит. К примеру, в Киеве остров Большой уменьшился уже на четверть. Александр Васильченко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер.